я всех вас приветствую мои дорогие друзья и зрители сегодня я покажу вам очень необычные видеокадры и вы своими глазами сможете увидеть как вращается наше звездное небо или тот самый купол над землей вот здесь вот малая медведица или ковш вот самый хвост и полярная звезда в центре нашего мира все остальные звездочки просто вращаются вот так вот против часовой стрелки и мир и не такой огромный как нам кажется буквально земля статично и остановлена а все небо или вот эти светящиеся звездочки просто вращаются и все никаких дальних миров лично я не вижу но мне пришло одно очень секретное письмо от человека который расскажет о будущем человечество которое всех нас ждет давайте ознакомимся с этими подробностями и вот видите горит только полярная звезда а все остальное почему-то тухнет и превращается в голубой свет и так а теперь переходим к самой главной информации и мне вчера прислал письмо максим потапов само письмо а звучит так а точнее называется галактическая федерация на планете земля и квантовый переход давайте же ознакомимся с этими интересными подробностями итак он пишет в один день миллиарды людей на земле увидят великие события происходящие в небе за несколько минут а над большими и малыми городами на всей планете возникнут громадные нло то есть ни с того ни с сего появятся инопланетные объекты и как я понимаю зависнут в воздухе размером эти нло будут от 100 метров до нескольких километров на всех языках мира на всех частотах радиосвязи и во всем мировом интернете землянам будет отправлено приветствующее послание послание будет миролюбивым это кстати очень важно для каждого из нас то есть эти инопланетяне придут не с войной а с миром она это послание будет переполнена любовью и заботой о каждом человеке живущим на планете земля всем землянам сообщат что цивилизации галактической федерации являются нашими старшими братьями они сообщат что пришли помочь человечеству освободить человеческую цивилизацию от страданий и помочь перейти на новую более высшую ступень развития и сознания человечеству расскажут что дни страданий боли несчастье смерти подошли к своему концу отныне человеческая цивилизация больше не будет жить в страданиях через двадцать четыре часа после официального контакта то есть через сутки мои друзья различные международные секты ультраконсервативной религиозной направленности выступит с официальным заявлений а не признание галактической федерации вы понимаете по большому счету церковь сбунтуется и скажет что такой галактической федерации не существует и что все это связано с чем-то плохим дальше они ответят всем своим адептам и скажут что на землю пришли демоны беса царство антихриста и тот кто примет помощь от галактической федерации тот будет проклят богом и будет гореть в аду вы понимаете то и все религиозные структуры не примут тех самых инопланетян которые придут в наш мир с добром и помощью для всего человечества лидеры всех стран выступят в оон вместе с инопланетной цивилизации аннунаков и официально заявят что контакт с галактической федерации подготавливался на протяжении последних 100 лет вы понимаете то есть все президенты мира соберутся в оон а также это цивилизация аннунаков тех самых которые значит действительно раз 3600 лет прилетают к нам и возможно планета нибиру это и есть их основной дом или космический корабль после чего на официальном уровне галактическая федерация попросит мирно уйти с планеты земля цивилизацию драконийцев то есть драка или драка рептилий выйти с подземных баз и удалиться подальше от планеты здесь речь идет о том что действительно рептилоиды существуют и прячутся в наших недрах то есть недрах земли большинство драконицев свернут все свои проекты и начнут массово покидать планету земля однако оставшиеся драконицы воздействует на религиозно настроенных людей и сектантов а также конспирологов они попытаются сеять смуту среди землян но в принципе я сам отношусь конспирологом то есть не доверяя официальной теории но я не поддерживаю рептилоидов тут странный эффект лично для меня у них ничего не получится все сектанты вместе с драконийцами будут остановлены по всей планете через некоторое время негативных но менее агрессивных серых роидов попросят также удалиться с планеты земля то здесь есть еще серые роиды или серые пришельцы как я понимаю помимо тех самых рептилоидов их попросят либо даже прекратить свою вредоносную деятельность в отношении землян нас простых людей часть серых роидов уберутся с планеты очень сильно пригрозив галактической федерации проблемами в будущем остальная часть серых роидов выберут дипломатию торговлю сотрудничество и им позволит остаться в солнечной системе под особым контролем то есть серые пришельцы вот эти роиды они останутся еще в солнечной системе далее галактическая федерация заявит глобальный план по перестройке всей человеческой цивилизации в течение нескольких лет на земле будут созданы новые совершенные города будущего на основе инопланетных технологий абсолютно все земляне во всех странах мира пройдут через процедуру омоложения большинство жителей планеты будут выглядеть не старше 30 лет вы понимаете какая фантастика то и все мы станем моложе и будем как молодое поколение буквально по всей земле также будут вылечены все неизлечимо больные люди все коллеги инвалиды также станут абсолютно здоровыми все жители планеты пройдут через трансформацию сознания получив совершенное знание о вселенной космосе и времени вот тут у меня все-таки возникает большой вопрос а что же мы видим превращение нашего купола той самой полярной звезде и что буквально это одни и те же звезды неужели космос такой безграничный далее события будут разворачиваться следующим образом все человечество получит экстрасенсорные способности такие как телепатия и телекинез это очень интересно можно будет передавать мысли на расстоянии а также получать информацию других людей просто по воздуху не произнося слова все производство и технологии на всей планете будут переформатированы в течение нескольких лет большинства товаров и еду каждый житель планеты земля сможет получать совершенно бесплатно вот это прям золотая информация я тоже хочу чтобы по всей земле для всех людей все было бесплатно поэтому эту идею я точно поддерживаю на планету земля хлынет поток товаров и культуры с тысячи других планет очень интересный эффект мы познакомимся значит с инопланетными товарами и другими цивилизациями когда квантовый переход завершится абсолютно всем людям разрешать летать на какие угодно планеты в любую точку пространства времени вселенная вы понимаете невероятно просто у каждого жителя планеты земля будет свой собственный космический корабль как сейчас у многих есть автомобиль но невероятное будущее нас с вами ждет буквально каждый будет иметь инопланетную тарелку или какой-то космолет чтобы просто-напросто перемещаться на другие планеты посмотрим произойдет это или нет если произойдет а я чуть-чуть в это верю будет просто удивительно в течение нескольких десятков лет люди научатся жить по-новому на земле наступит золотой век совершенно новая эра нового высокого сознания и сверх технологии смерти больше не будет вы понимаете люди перестанут умирать потому что каждый человек может быть возвращен в новое физическое тело в случае смерти физической оболочки получается они смогут переселять наше сознание и память в новое тело просто безумие какое-то но мне лично это нравится но и живые люди облеченные в более плотную материю тел также сами смогут выбирать себе тела здесь я не совсем понял чем отличаются другие люди от живых людей мы же есть все одинаковые люди или на земле все-таки существуют живые и неживые люди а также биороботы очень интересной информации и все они смогут выбирать себе тела пройдя процедуры трансформации материи например земля не смогут получать другие тела для жизни на планетах с другим составом атмосферы а получается что мы сможем вытаскивать свою душу и сознание из тела и загружаться уже в другие оболочки аватары они же тела на других планетах и они уже приспособлены к тому уровне кислорода воздухе и к тем явлениям которые там происходит вот чем смысл буквально каждый человек может переселять свою душу во времени и пространстве на землю в открытую каждый день будут совершать посадку сотни тысяч нло самых разных инопланетных цивилизаций вы понимаете буквально с неба будут прилетать сыпаться как звезды только не с таким эффектом разрушения например как ракеты а просто для приземления и общения с нами обычными людьми земляне также получат возможность путешествовать во времени с некоторыми ограничениями например вас оставят еще до того как вы попробуете глобально изменить ту или иную ветку времени вот это прямо мощно для меня потому что я бы хотел действительно переместиться во времени именно назад чтобы изменить что-то и тогда человечество пошло бы по иному пути и выбрала правильную ветку развития связанную с добротой любовью и заботой в течение нескольких десятков лет в идеальные планеты для жизни будут преобразованы такие планеты как марс и венеры буквально соседние с нами мы их часто снимаем на видео но по большому счету никто не знает существуют они или нет здесь же написано что действительно существуют и будут пригодны для жизни на них будут создана атмосфера для дыхания при помощи громадных космических кораблей галактической федерации на марс будут привезены теплые океан а поверхность планеты засеяна растениями и деревьями получается чтобы создать этот эффект нужно обязательно добавить воду и конечно все вокруг зазеленеет а также скором времени я думаю появится и птицы и животные но уже потом снова человек буквально новая цивилизация ни с того ни сего появится на сейчас как нам рассказывают ученые мертвые планете в этом золотом веке прогресса и свободы каждый представитель человечества найдет себе интересное занятие кто-то осядет в совершенных виртуальных мирах вы понимаете возможно кто-то переместиться в компьютерную графику уйдет в мир иной то есть тот который находится внутри компьютерных систем и технологий можно сказать будет в 3d играх кто-то ударится в науку кто-то будет заново постигать бога изучая знания и религии более развитых цивилизаций получается у каждой цивилизации есть свой бог и создатель кто-то отправится в путешествие по вселенной ведь после квантового перехода в новую эру больше не будет ничего невозможного вот такое вот невероятное письмо прислал мне мой зритель за что ему огромнейшая благодарность друзья мои хочу только узнать у вас одно верите ли вы во все эти данные и что наше будущее может быть именно таким лично я всегда верил и верю в инопланетян и пришельцев и тоже надеюсь что когда они придут к нам или прилетят то только с добром давайте надеяться на лучшее и что боль зло воины разрушения уйдут с нашей планеты навсегда теперь я всем желаю добра любви процветания здоровья и долгих лет жизни на этом буду говорить до свидания высказывайте свое мнение в комментариях до новых встреч поехали пока и бом и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok